на портал экзегет поступают вопросы и мы читаем один из них после вечерних молитв наступает бессонница как быть замечательный вопрос прекрасный вопрос и интересные последствия от вечерних молитв когда у человека наступает бессонница наверное физическом плане есть так порассуждать подумать не а то это после какого-то напряжения напряжение физического душевного может быть духовно не может быть а точно после духовного напряжения на человек значит с таким напряжением меня пытается молиться ко господу не в полной мере но вот эта бессонница она может быть побеждена двумя методами двумя способами но во первых мы должны определить какого плана бессонница если это все-таки физическая бессонница то конечно здесь нужен нужна помощь медикаментозной если это духовная бессонница наступает после духовного в общем то какого-то делания не то очень интересный не принцип был выработан ну в общем то моим отцом протереем героем георгием фоминым который уже почил но не в его жизни но случилось очень интересное событие он служил сельском храме в кукобое ярославской области не и в девяностом году поставил сигнализацию на храм не это была очень примитивная сигнализация провода от дома священника тянулись в храм на размыкание и так далее не очень то очень такая простая сигнализация и в какой-то момент она стала срабатывать причем по ночам но сначала отец георгий ходил проверял не залезли вора в храм не она через две ночи поняли что это какой-то сбой в системе и но на протяжении ночи и только ночи она срабатывала несколько раз эта сигнализация и отец георгий решил что это не просто технический сбой а господь будет его на молитву сработала сигнализация он стал переключил ее открыл священное писание прочитал главу свящ web Channel закрыл лёг вот опять сработала сигнализацию он стал переключил сигнализацию открыл священное писание про почитал несколько глав из апостола, и так далее, всегда находилось что-то в священном писании или в молитвослове, как отец, в общем-то, реагировал на эту техническую неполадку. И до этого вызывались мастера, но как вот только человек стал молиться и вот так реагировать, что это Господь его будет на молитву, то сразу нашлась эта техническая неполадка, лукавый не смог вытерпеть, что человек начал приобретать святость, что он в скором времени начнёт ходить, не касаясь земли, вот благодаря, в общем-то, тому, что лукавый хотел над ним посмеяться, и, естественно, очень быстро нашлась неполадка. Я считаю, что раз у вас после вечерних молитв наступает бессонница, то лукавый, скорее всего, хочет вас смутить, смутить и показать, что вот видишь, что ты молишься, а тебе становится хуже. Раз у вас бессонница, прочитали вечерние молитвы, откройте Псалтирь, откройте Священное Писание Ветхого Нового Завета и читайте. Поверьте, не успеете вы прочитать и двух-трёх страниц, как вам захочется спать. Ну, попробуйте это на протяжении недели. Если вам это не поможет, то тогда придите к своему духовнику, священнику, и можете, в общем-то, с ним посоветоваться более конкретно. Но я уверен, что через неделю вы начнёте спать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok